Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спросим прямо» в студии Марии Латышева. И гость нашей программы сегодня начальник управления информатизацией и информационных ресурсов администрации города Улан-Удэ Александр Юрьевич Розуваев. Здравствуйте, Александр Юрьевич! Здравствуйте, Мария! Говорим мы с вами сегодня о предоставлении муниципальных и государственных услуг. Проще говоря, о том, как сегодня, не выходя из дома, пользуясь всего лишь интернетом, можно сделать массу манипуляций и облегчить себе жизнь. Расскажите подробно, как давно работает эта система в нашем городе, как расширяется и что сегодня предлагаете нашим горожанам. Расскажу немного об истории. Сайт начал работать активно в 2010 году. Он был разработан федеральным правительством и с этого момента очень много все изменилось. Здесь стоит отметить, что порталом на сегодняшний день пользуется достаточно много людей. Но стоит отметить, что в нашем городе это не так популярно, потому что люди еще мало об этом знают и, может быть, в силу своих каких-то проблем, нет подключения к интернету или нет компьютера, они не могут зайти в этот портал и подать какую-то заявку или получить конкретную услугу. Вы должны сейчас рассказать и заинтересовать всех, а вот вы сказали мало, сколько это человек примерно? На сегодняшний день в городе зарегистрировано 80 тысяч человек. Всего по республику у нас 127 тысяч зарегистрировано. Нам необходимо будет провести большую работу и зарегистрировать большее количество населения. То есть это порядка 350 тысяч человек. Тем не менее, у нас еще имеется время и ресурсы для того, чтобы совершить эту работу и выполнить эту цифру. Александр Ильич, расскажите поподробнее, что я могу, обычный рядовой горожанин, заходя в интернет, на какой сайт и какими услугами я могу воспользоваться? Ну вообще сейчас, конечно, процесс предоставления услуг гораздо упросился с того времени, пока он начал функционировать. Все стало гораздо проще и вы сейчас можете зарегистрироваться. Для этого вам необходимо два документа. Это свой паспорт и СНИЛС, пенсионный СНИЛС. Затем вы заходите на сайт, на портал, забиваете свои данные, то есть фамилию, имя, отчество, серию номер своего паспорта и номер СНИЛСа. СНИЛС выступает как идентификатор вашей личности, то есть он индивидуальный. И этот номер присвоен каждому гражданину Российской Федерации. Затем вы регистрируетесь, проходите первичную регистрацию и следующим этапом вашей регистрации на портале вам необходимо будет подойти в один из центров обслуживания граждан, которые у нас находятся на территории города. Всего их 70 у нас. В администрации у нас функционируют на сегодняшний день 25 центров обслуживания. Раньше, конечно, этот процесс был гораздо сложнее, потому что гражданину приходилось пойти в офис Ростелекома. Это было неудобно, кто-то живет на другом конце города и возникала масса неудобств. К счастью, последние три года появился такой механизм. Мы начали открывать сеть пунктов подтверждения личности и, собственно говоря, достаточно успешно развили. И сейчас, получается, каждому гражданину не приходится куда-то ездить и подтверждать свою личность. Можно просто на карте посмотреть и удобно для вас вместе зарегистрироваться. Теперь об услугах. Загранпаспорт, детский сад. Хотелось бы, чтобы рассказали поподробнее. Да, то, что вы озвучили, это одни из наиболее популярных услуг. То есть, загранпаспорт относится к разряду федеральных услуг. Также к ним относится проверка, к примеру, налоговой задолженности, проверка состояния лицевого счета в пенсионном фонде, проверка задолженности судебных приставов, ГАИ обязательно. Услуга, допустим, зачисления в детские сады, это как раз относится к разряду муниципальных услуг. Также вы можете получать, к примеру, услугу справку с места жительства. То есть, вам не придется куда-то ходить, стоять в очереди, ехать куда-то. Вы можете зайти, подать заявку на эту услугу и получить уже в личном кабинете справку, например, с места жительства. А как быстро это происходит? Быстрее, чем если бы я пришла и отстояла в очереди? Ну, я вот конкретный пример вам приведу. То есть, если вы бы поехали куда-то получать эту услугу, ну, скажем так, вы потратили бы время на дорогу, вы потратили время на очередь в случае электронном, вам стоит найти только эту услугу, кликнуть кнопку «Получить услугу», ввести все необходимые данные по этапам, которые предложит система. Ну, и, собственно, кликнуть по кнопке «Получить услугу». Затем эта электронная заявка упадет в ведомство, которое предоставляет услугу, и в течение буквально сегодня-завтра уже услуга будет оказана. То есть, она очень быстро. По регламенту вообще услуги в среднем там до 15, от 15 до 30 дней оказываются. То есть, ну, специфики разные бывают, и услуги есть сложные, есть простые, но все-таки я рекомендую всем жителям пользоваться порталом государственных услуг, потому что это реально удобно, и это на сегодняшний день модно, наверное, да. Есть ли услуга платная? Как в таком случае? Услуга платная. Есть такие услуги, которые относятся к разряду платных услуг. Можно здесь же на сайте оплатить эту услугу. То есть, вообще, сам процесс предоставления услуг, он очень сложен. То есть, для заявителя мы пытаемся сделать наиболее простой механизм предоставления услуг. Но если заглянуть в нашу работу, то здесь подключаются другие ведомства. Здесь очень сложный процесс межведомственного электронного взаимодействия. Участвуют в процессе другие информационные системы. И, соответственно, появляются какие-то сподвижки, скажем так, в оказании конкретной какой-то услуги. Вот как раз на этот счет я предлагаю посмотреть ролик, который показывает, как зарегистрироваться на портале, и расскажет о некоторых функционально способностях портала. Быстро и доступно. Так, смотрим ролик. Регистрируйтесь на портале Госуслуг. И с электронными услугами ваша жизнь станет проще. Администрация города Улан-Удэ предлагает решать бумажные проблемы по интернету. Достаточно зайти на сайт beta.gosuslugi.ru и зарегистрироваться. Процесс очень простой. Введите свои личные данные и придите с паспортом в любой из ближайших 36 пунктов подтверждения личности. Поменять паспорт, проверить и оплатить штраф ГИБДД, узнать о своей пенсии и многое другое, не выходя из дома. Подать онлайн-заявку на очередь в детский сад и следить за ее продвижением. Администрация города рекомендует сайт beta.gosuslugi.ru. Госуслуги проще, чем кажется. Александр Юрьевич, у меня такой вопрос. Все-таки много говорите о плюсах, но каково преимущество и может быть все-таки минусы какие-то назовете? Или минусов у этой программы нет абсолютно? Ну, понимаете, если говорить о плюсах и минусах, конечно, взвешивая, можно выделить и плюсы, и есть и минусы. Подробно расскажу о них. О плюсах, естественно, можно сказать, что вам не придется стоять в очередях. То есть, в первую очередь, когда мы обращаемся за какой-то услугой, к примеру, в администрацию, мы сразу думаем, да, мы придем, нужно простоять в очередь, сходить куда-то, получить там какую-то справку, потом еще раз прийти. В случае подачи электронной заявки такого нет. То есть, вы просто отправляете и все. То есть, система и органы, ведомства делают все за вас самостоятельно. Так, это плюс. Избегаем очередности, экономим деньги на проезд. Дальше. Да, конечно. Затем, услуги доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Круглосуточно. То есть, если в очном обращении здесь рабочие дни, там, может быть, даже сотрудник, там, может быть, заболел, там, откажут вам. В этом случае нет. Система примет ваше заявление и поставит статус, что принято ведомством. Так, а сроках? Ну и сроки тоже, да, наверное, поднесем к плюсам? Сроки, в первую очередь, здесь играют большую роль. В электронном виде услуги предоставляются гораздо быстрее. То есть, мы, наоборот, делаем на это упор. То есть, если люди будут пользоваться электронными услугами, то наша обязанность как можно быстрее и качественно предоставить эту услугу. Также дополнительным плюсом этой системы будет то, что, к примеру, есть такие услуги, которые... Необходим визит в орган, например, получение загранпаспорта. Вам же не могут его по электронной почте отправить. Вы придете в ведомство, и вас без очереди, то есть, если там даже будет очередь, и вы скажете, что я регистрировался на портале и подавал свою заявку, вас без очереди примут и окажут соответствующую услугу. Это большое преимущество. Ну а минусы все-таки? Минусы. Я бы хотел здесь сказать о минусах. Система дорабатывается, может быть, да. Для большинства пользователей эта система новая. Они испытывают неудобства, может быть, какие-то проблемы с поиском информации, потому что портал очень информативный. На портале находится очень много информации о времени, о сроках, о месте, о предоставлении услуг, о стоимости ее. И в этом плане человеку сложно найти необходимую услугу и, соответственно, вбить все необходимые данные. Вот это один из минусов. Человек теряется, но вы же как-то упорядочиваетесь, все равно ваше упорядочение занимается совершенствованием постоянно. Там четкая структура, четкая иерархия. За каждым ведомством или структурным подразделением закреплены услуги. То есть эти услуги можно найти по большому счету. Вообще на главной странице имеются те услуги, которые выпадают по популярности, то есть те, которые наиболее пользуются спросом, они видны уже в самом верху страницы. А если, допустим, вам какую-то уникальную услугу или не очень популярную нужно будет найти, вам необходимо будет найти по ведомству и отсортировать те услуги, которые необходимы. Наиболее популярны у наших горожан и вообще у жителей всей республики сегодня все-таки детские сады, загранпаспорт и ГАИ. Проверка штрафов на ГАИ, да, это одни из самых востребованных услуг. Продолжим о минусах. Да, я бы еще хотел на одном минусе остановиться. Ну, не знаю, можно ли его отнести к разряду минусов, потому что, к примеру, человек не всегда устраивает результаты услуги. Например, ему оказали некачественную услугу, правильно? Бывают же такие моменты, да? Или, например, орган просрочил сроки предоставления услуги. То есть там имеются административные регламенты, где все очень строго прописано, в какой, в течение какого времени услуга окажется. То есть условия ее получения, то есть лично человек за ней придет или ему по почте услугу предоставят, да. И на этот счет в портале предусмотрена возможность подачи досудебной жалобы. То есть для того, чтобы не доводить дело до суда и бросаться в какие-то судебные тяжбы с органами, можно отправить такое обращение, которое тоже обязательно зарегистрируется. В этом случае уже подключаются контрольно-организационные органы. Эти вопросы берутся на контроль, ну и, соответственно, отрабатываются. И потом уже оттачиваются вот эти вот все такие шероховатости, которые возникают при процессе предоставления электронных услуг. Ну это даже скорее не минус, а плюс, наверное, что все-таки дело будет доведено. У нас вообще прецеденты были. Кто-то оказался недоволен, и сроки чьи-то рассмотрения увеличились, продлились. Конечно, такие случаи были. Их там буквально на пальцах пересчитать. Но больше обращений, конечно, с пожеланием. Люди обращаются, просят, как сделать лучше, или же сократить сроки предоставления. Ну, естественно, такие случаи есть. Александр Ильич, Вы сказали, когда регистрируешься, предоставляешь вот эту зеленую пенсионную СНИЛС, но многих граждан смущает то, что они боятся, что эта информация будет где-то использована. Этот портал госуслуг, он гарантирует полную анонимность? Что касается безопасности. Безопасность здесь стоит на первом уровне. Категория безопасности, так называемый уровень безопасности, относится к категории К1. Это даже выше, чем Вы, когда используете свои банковские карты. Совершенно секретно, да? Да, абсолютно секретно. И никакой, конечно, подоплеки использовать Ваши персональных данных в корыстных каких-то меркантильных интересах здесь нет. Данные надежно защищены, система постоянно мониторится, выявляется модель угроз, и система безопасности в этом случае находится на очень высоком уровне. Поэтому уверяю Вас, что Ваши данные, Ваши персональные данные никуда третьим лицам не попадут. Александр Юрьевич, Вы немало перечислили, но все-таки хотелось бы узнать конкретное количество полезных граждан услуг, которые они могут получить благодаря этому порталу. Количество услуг на данный момент в Республике Бурятия порядка 402 услуг. Из них 310 муниципальных и 92 региональных услуги. Конкретно администрации города на сегодняшний день предоставляется 25 услуг. Мы постоянно работаем над тем, чтобы это количество росло, и все востребованные услуги приводились в электронный вид. И мы стараемся также сделать этот процесс лучше, и постоянно эта система усовершенствуется. И у меня такой вопрос, Александр Юрьевич, как жители, как Улан-Уденцы и вообще жители всей республики могут получить больше информации в электронной форме? Для этого, вот как раз до этого озвучивал момент, то, что гражданам тяжело ориентироваться на сайте, и они теряются в этих многочисленных ссылках. Для этого мы в Управлении информатизации разработали сайт одностраничный, то есть он очень простой, где сконсолидированы как государственные, так и муниципальные услуги, которые пользуются наибольшим спросом от населения. Зайдя на этот сайт, вы можете получить всю доступную информацию. Вы можете посмотреть ссылку на своих экранах. Услуги.ulanud.rf находятся по адресу. И, безусловно, мы эту систему будем далее развивать, потому что она у нас совсем недавно запустилась. Может быть, еще какие-то будут предложения, и готовы и рады принять конструктивные какие-то советы от наших жителей. А каким образом? На сайт можно писать или куда прям могут обратиться жители? Да, функционалом предусмотрено предоставление обращения через сайт. Можно кликнуть на кнопку «Написать обращение» и, соответственно, изложить текст своего обращения. Александр Ильич, много говорили, что обычные горожане могут получить услуги. Мы поняли все преимущества. А как же юрлица, как они могут благодаря этому порталу получать нужные себе услуги? Безусловно, и для этих категорий предусмотрен функционал. То есть, порталом могут пользоваться как юридические лица, в принципе, предприниматели, иностранные лица. Для них предусмотрены свои услуги. Наверняка при регистрации, да, там они должны какие-то другие документы дополнительные или нет? Ну, естественно, там специфика, к примеру, если это индивидуальный предприниматель, там уже дополнительные сведения нужно туда забивать. То есть, принцип такой, чем наиболее полнее личный кабинет субъекта, то есть это физического лица или юридического, тем, соответственно, больше услуг и больше возможностей вы сможете получить. Александр Юрьевич, и очень интересно, когда все-таки должна система полностью войти, когда горожане должны полностью пользоваться электронными услугами? Какие-то задачи вам правительство наше сегодня ставит? Правительство задачи, безусловно, ставит. В мае 2012 года президент озвучил задачу, что население страны должно к 2018 году на уровне 70% использовать портал государственных и муниципальных услуг. И мы к этой задаче движемся. То есть мы уже должны будем отчитаться в конце 2017 года. Ну, будем надеяться, что 70%-то вы точно осилите. Я напоминаю, что о государственных услугах и муниципальных услугах, вернее о том, как ими пользоваться, сегодня не выходя из дома, нам сегодня рассказал Александр Юрьевич Розуваев, начальник управления информатизацией и информационных ресурсов администрации города Улан-Уден. Спасибо вам за беседу, Александр Юрьевич. Спасибо, Мария. Всего доброго и до встречи в эфире телеканала ТВ-Ком. Редактор субтитров А.Семкин